Так, всем привет, привет мои хорошие, всех благодарность за ваши сердечки, за вашу любовь, за ваши комментарии, хейтеров я тоже люблю, спасибо особенно за финансовую помощь, кто может, вообще без разницы какая сумма, Всех вас люблю, ребята, всем посылаю свою любовь и сейчас вам расскажу про мерности, про то, куда мы с братом попали и что мы увидели, то есть я каждый раз буду углубляться через людей, ну сам буду это делать и буду через людей углубляться, проходить в разные пространства, миры и так далее. Ну то есть буду просто углубляться в понимании сознания и так далее, там вообще бесконечная работа, безграничная работа с сознанием, там нет границ, капец, ты будешь каждый раз все глубже, глубже погружаться и это прикольно, это классно на самом деле, главное здесь ощутить вот этот внутренний баланс, чтобы здесь можно было жить. И сейчас вот расскажу, что мы с братом увидели, мы погрузились настолько глубоко, что там оказался вот этот веер, веер времен, я бы вот так назвал, я так и назвал его в трипе, это веер, так и есть это веер. Это можно увидеть в фильме Доктор Стрэндж Дормаму, Дормаму, его злодеям показали, да, но это то, что реальности, в нем вот эта вот вибрация такая, как волны, да, Дормаму, это в первом Стрэнже. И вот этот как раз таки, он и есть повелитель времени на самом деле, не какой-то Дор Токтор Стрэндж, а вот эта вот Дормаму, ну если так вот, это все гипертрофировано, понимаешь, он и есть повелитель времени. И вот эти волны, это бесконечные в реальности, то есть ты сделал какое-то миллисекундное действие, и в этот момент появляется бесконечное множество реальностей твоего действия. Вот такой пиздец, пиздец, пиздец. Понимаешь, какая жесть, то есть я пытался маме вот это объяснить, но это определенный уровень понимания, если ты этого не понимаешь, это не значит, что ты тупой, просто это не входит в систему твоих понятий, если ты начнешь вводить в систему своих понятий, это, да, то у тебя это появится, ты начнешь это понимать. А, фильм еще, Ридик, Ридик, помните фильм Ридик, и вроде Ридик, да, где он видел, ну он последний в своем роде остался, и второй Ридик вроде бы, да, второй. И там были некроманты, 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 знаете, с кем можно сравнить с нашими, ну, с нашими религиозными деятелями, некроманты, некроманты по великим смерти. И самое, что интересно, там показали, как глава вот этих некромонгеров, о, микромонгеры, микромонгеры, геры там, да, глава, он может передвигаться сквозь пространство и время, и там как раз четко показали тоже вот это, как он это перемещается, и его не видит никто. То есть, Ридик, благодаря своему зрению, да, расширенному, он, ну, мог заметить его передвижение, или ощущал, где он появится. Вот, скорее всего, ощущал, где он появится. Вот, тоже, как бы, один из вариантов, где можно увидеть какой-то момент, вот, вот этого веера. Этот веер, он, он жестче, то есть, то, что вот я, например, видел вселенные, да, это ерунда по сравнению с временем. То есть, время, оно над вселенными, всем этакими. То есть, и я эти вселенные потом разом увидел, как творец, когда их, как он их видит, он их видит так вот разом. Я же вот так вот в комочи взял все вселенные. Но это один из элементов, то есть, это не одна наша вот эта вот конгломерация вселенных. Как бы он бесконечен, но он бесконечен только в понимании твоем. А так он, все конечно. Все, что кажется бесконечным, оно становится конечным уже в понимании Творца. Вот, и брат, например, увидел, что все есть точка. Из точки произошло все, что он есть точка. Так и есть. Но самое, что интересно, я увидел, что за этой точкой еще точка, еще точки, и точки, и точки, и точки. То есть, он на точке остановился. А я увидел, что много точек, они соединены каким-то образом. И что это мне откроется рано или поздно, да. Потому что я углубляюсь в понимании. Потому что даже если ты есть вот эта точка Творец, да. Тот Творца, кто создал, кто-то создал вот эти точки. Кто создал точки. Еще какие-то точки, да. Ну, короче, там бесконечное познание, понимание всего. Вот. Мы кайфуем здесь, наслаждаемся этим миром. Запомни, если ты будешь очень сильно глубоко погружаться, тебе нужно не просто погрузиться, а нужно сбалансироваться в этом мире и кайфовать в нем. Наслаждаться. Но твое наслаждение не должно нарушать наслаждение других людей. То есть, ты должен наслаждаться, не мешая никому. Ты должен помогать. Твоя задача помогать людям наслаждаться. Вот так вот. Это всеобщая задача глобальная. Мы все есть Он. И мы все должны помогать Ему наслаждаться процессом. Мы и есть этот процесс. Вот. И когда ты понимаешь, когда ты попадаешь в этот веер времен, ты проматываешь всю свою жизнь до точки рождения где-то во Вселенной. Не просто как аватара своего, а где-то во Вселенной, да, до точки. И это все берется вот так вот, проматывается. И эти бесконечные вот эти реальности, бесконечные веера. И ты понимаешь, что ты думаешь там о каких-то там... Вот в этот момент я думал, допустим, о какой-то там... Ну, я тогда о женщине определенно какой-то думал, да, допустим. И я понимаю, что все это пыль. Это все неважно, абсолютная пыль. И ты понимаешь, что... Черт. Ведь все это так неважно. То есть, неважно именно в понимании, когда ты там оказываешься. Но эта важность возвращается, когда ты оказываешься уже здесь. Потому что оно неважно только там. Но очень важно становится, когда ты возвращаешься в материальное тело. И эту важность нужно тебе взрастить здесь. То есть, тебе надо стабилизироваться с телом и с твоим духовным опытом, можно так сказать. И ты должен пребывать здесь. Только здесь можно пребывать. Когда, например, я вот оказываюсь в этом веере и в этих пространствах. Я пребываю в тот момент. То есть, тело неважно в этот момент. Важно именно то, где ты пребываешь. И нужно наслаждаться этим процессом, на самом деле. Он для меня все время как будто такой, знаешь, я эмоциональный очень. И он у меня такой. То есть, потому что я в какой-то момент все время становлюсь такой, как любовь, да, все время. Я очень эмоциональный такой, слезливый, сопливый. Зачастую, очень часто сейчас, все чаще и чаще, вот она находит на меня. Вот эта любовь, да. И я такой эмоциональный. То есть, не сухой, не как сухарь, а такой эмоциональный. И каждый раз я удивляюсь вот этим новым состоянием. Не как страх, а как такой... Вот так вот удивляюсь. Самое целое хуевое. Проходит несколько секунд, и ты такой, о, ну нормально. А когда выходишь, у меня есть стрипы такой. И я уже, когда из стрипы выхожу, я такой, крутяк. Я выхожу. Это классно. Ощущение выхода тоже такое. Тело чувствуешь, подергивание. Тоже крутяк. Ну вот. И жить надо вот именно в этот момент. Кем бы ты ни был. Не был бы ты там творцом, еще кем-то. Кем ты себя ощущаешь в тот момент, в данную секунду, да. В данную секунду реальности. Тем ты и должен быть. Ты ощущать должен себя вот именно в данной точке. Твоего присутствия. Твоего сознания. В этот момент ты должен наслаждаться своим существованием. И в этот момент ты существуешь. И ты кайфуешь от этого существования. И когда ты выходишь обратно в тело, ты должен наслаждаться этим телом. Этим присутствием в осознанности, этим присутствием бытия всего, короче. Должен над этим наслаждаться. Вообще классно. Но это тебе надо собраться, когда тело там разберет. Очень тяжело собраться здесь обратно в теле, потому что ты будешь все время думать туда. А туда думать не надо. Оно здесь. И ты в данном теле, и тебе в данном теле нужно. Брат у меня, например, описывает, что... Когда мы описали вот этот трип наш, да. Что многие люди пытаются покончить с собой, увидев вот эту бесконечность. И увидев вот эту бессмысленность жизни. Но немногие. Он немножко заблуждается, это ум не уговорит, да. Потому что на самом деле он... Он, короче, героически это все воспринял, но он напугался. Внутренне немножко он испугался. И он сейчас будет тянуть резину до следующего трипа. Он будет тянуть резину. Он будет ее растягивать событиями. Будут появляться какие-то реальные жизненные ситуации. Вот. Он будет таким образом. Он так и делает всегда. Но это не важно. Он все равно придет к этому. Ему надо будет собраться. И... Про что я говорил? Вот. Он соберется. Но ты должен быть все время здесь. В том-то и дело, что человек начинает там жить. Не живет здесь. Как анекдот, что на том берегу трава зеленее. Да ни хрена она не зеленее. Она зеленая здесь. В данный момент твоей травы, поедания ее. Это про баранов, да вроде. И наслаждение должно быть у тебя здесь сейчас. Это очень важно. И ты должен понять, почему от людей он говорит... А, да. Люди говорят, что кончают от безысходности вот это. Да. Ты там в этих веерах. Даже во вселенной, когда вот эти бесконечные вселенные видел, да. Там тоже такая безысходность такая. Зачем это нужно. Но когда ты видишь эти веера, и ты видишь мелькающие жизни, и твоя жизнь. Это тоже кажется немножко бессмысленным. Но это бессмысленно кажется только в тот данный момент, в который ты присутствуешь. Но когда у тебя действие грибов заканчивается, тебя обратно выщелкивает. И ты понимаешь, что эта жизнь кайфовая. Она кайфовая, но тебе надо это понять. Ты должен находиться в том моменте, в котором ты присутствуешь. И всегда испытывать наслаждение этого момента. Вот. Поэтому вот эта жизнь, она кайфовая. Когда ты соберешься. Когда ты перестанешь отличать ту жизнь и эту жизнь. И она будет у тебя такая, комочек. Это будет твой момент счастья. Ты все время будешь счастливой. И. А люди кончают с собой именно не поэтому в основном. А в основном потому, что к ним включается какое-то подселение. Включаются программы. Программы. Мы, конечно, говорим, что есть демоны и все остальное. Программы, да. Но это тоже программы. Они не деструктивные. Деструктивного ничего не существует. Это программы, которые заложены, чтобы нас учить. Они нас дрючат, учат, точат. Все. Есть программы. Ты можешь называть их чертями, демонами, подселенцами. Да, есть подселенцы, кстати. Подселенцы. Ну, можно тоже назвать программы, да. Это, допустим, человек умер и его дух не знает, куда деваться. И он подселяется к родственникам. Еще куда-то заходит через травмы, психотравмы. Поэтому на кладбище не ходите. Детей особенно. Детей не водите на кладбище. Это для детей, для всех детей. Это психотравма офигенная. Особенно на похороны. Дети это до 16 лет это. До этого может быть психотравма. И мертвый человек, который не знает, что делать, то есть еще не уходит туда, он может подселиться в любой из этих моментов. В любой. Может просто даже подселиться. Кладбище просто, он вокруг тела еще как бы вьется. Не знает, что делать. Это не знает, что делать тот, кто, блин, не знает, что делать. Потому что я знаю, например, что я буду уходить, да. Ни секунды не задержусь. Я сразу просто, все. Тела не будет через доли секунды. Нехрен тут делать, на самом деле. Будет нефиг делать. Да, можешь задержаться. Можешь побыть, преисполниться любви, сострадания. Может быть, сострадания к себе, да. Преисполниться к себе. И остаться с родственниками. Или ты просто не знаешь, что делать. А можно просто быстро уйти, если ты осознаешь себя. Поэтому рекомендую сжигание. Чтобы тело не цеплялось, а за тело дух не цеплялся. И твоя задача в этом мире, разобравшись, собраться. Понять, что ты есть. Ты существуешь. Так что, так вот. Вот. Кидайте вопросы. На что? Ответить. Отвечу в комментариях, отвечу в видосах и так далее. Всем большая благодарность, люди. Спасибо за ваши донаты. Спасибо за ваши сердечки. И за ваши комментарии. Всех люблю. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.